Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас опять кино про аппаратуру из 80-х и 90-х годов прошлого века. Вот это Polaroid Impulsaev, но это попозже будет. Так, а вот священнейший механизм. Дарс из Phantastic штук. Panasonic, это звучит гордо. Была бы у меня такая камера в 90-м году, я бы не знаю, чего бы у меня было. Значит так, Panasonic M3000, но, к сожалению, не в рабочем состоянии, но комплектная. То, что есть, это, наверное, фаропрожектор для ночной съемки, лампочка какая-то стоит. И вот то, что микрофон, вот этот поролон целый, обычный, наверное, у них уже к этим годам это, по-моему, тоже съемный. Хотя не помню. Нет, пока ломать не будем. У меня есть такая International N7, по-моему, рабочая. Там вот этой штуки нету, фары и микрофон, поролонка. Аккумулятор там нет, здесь аккумулятора нет, чисто физически и нет блока питания. Так, может быть, даже из-за работы, но блок питания обещали поискать. Так что, может быть, к Новому году, когда там рабочие дни будут. И запустим хотя бы тур. Тот вариант. Мощный такой, видеоискатель типа танкового прицела, черно-белый. Тут никаких ЖК, вот в этом месте стоит электролучевая трубка, кто кинескоп на телевизор помнит, прикиньте какой кинескопчик. Там экранчик такой, вот система зеркал идет на линзу. Тут от времени эта штука вся загнулся резиновая, все целенькое. Я даже допускаю на 90 процентов, что она рабочая. Было бы, конечно, хотя бы блок питания. Это вот у них что-то управление. Но, судя по вытертым надписям, не записывали. Пока только можно нажать на кнопки. Так, вот это я не понял, это или колхоз? Скорее всего, колхоз. Вот это на щечник, так сказать. Покрепенстеплером. Надо посмотреть, как оно в оригинале. Конечно, все тут уже отошло. Вот все тут уже. Грязь веков. Такая наклеечка. Вот эта часть. Ну, вы это, конечно, записывали. У International, по-моему, вот этого наплечника нет. Хотя я точно уже не помню. По-моему, они одинаковые, только аккумуляторами отличаются. Вот такой вот аппарат. Есть у меня подозрение. У нас в 90-х годах был экскаваторный завод. Пускал экскаватор коровицы. Когда там совсем уже хреново стало. Ну, не совсем. Ну, короче, они по барту экскаватора куда-то гнали, а им в видеоаппаратуру. И то еще в виде аппаратуру надо было... Там то ли все зарплаты давали, то ли разыгрывали кому купить. Но еще не каждый мог себе позволить. Еще за эту камеру надо было побороться. Вот International точно. С экскаватором. Вполне возможно, что и эта штука оттуда уже. Так сказать... Первые видаки. Видеокамеры вот такого. В продаже я их не видал тогда. Вот был торговый центр. Чтобы вот такой продавался. Это немыслимые деньги. Так, сейчас я вам даже скажу. Значит, этот самый. Восход стоил 500 с чем-то рублей. 540, что ли. Видак... Уже... По-моему, что-то 800 тысяч рублей. Прикиньте, сколько штук вот эта стоила. Так что вот такая, можно сказать, историческая штука. Такие кнопочки. Разъем для аккумулятора. Это вот клавиша. В этом положении. И работает как камера. А вот если сюда отщелкнуть. Тут уже работает как видак. Автоматически переключается. А тут уже кнопки для управления кассетой. Так-с. Давайте ее обратно. Окошечко. Есть у меня все-таки в планах ее запустить. Ну, кассета вот такая. Вторая. Так-с. Наверное, скорее всего, вот так. Эта дверка открывается. Туда вставляется. И погнали. Так что вот такая историческая штука. Panasonic M3000 LHS. Ближе к новому году. То есть и даже может в следующем году. Все-таки постараемся. Хотя бы одну из двух. Скомплектовать. И запустить. И даже выложить как оно снимает. Так что как-то так. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.